А сегодня 10 семей, живущих в столице республики, решили жилищную проблему. Слезы счастья, слова благодарности. Они не стесняются своих эмоций. Им пришлось немало пережить, пока наступил этот долгожданный момент. Обманутые дольщики наконец-то получили ключи от своих квартир. Итак, уважаемые друзья, дом по улице коллективной 5-1 официально объявляется открытым! Эти люди ждали своей квартиры 7 лет. В 2006 году этот дом по улице коллективная начинал возводить некий застройщик. Собрал средства с дольщиков, но через два года стройка заморозилась. Год назад по решению городской администрации у этого объекта появился новый заказчик. В лице городского управления капитального строительства. А у обманутых дольщиков появилась надежда. И эту надежду строители оправдали. 10 дольщиков, которые остались. Я их сегодня поздравляю с началом жизни в новом доме, с новосельем. И вот рад, что они были верны Гуксу, верны подрядчику о том, что верили в нас. И вот они в течение года очень быстро этот дом построили. Причем этот дом мы реконструировали. Дом-то был вообще одноподъездный. Сейчас он двухподъездный. За короткое время построили этот дом. Спасибо огромное. Вы нас выручили. Вы нас жизнь вернули. Спасибо большое всем. Большое спасибо всем, кто участвовал в построении этого дома. Большое спасибо всем. В девятиэтажном доме 53 однокомнатные и 64 двухкомнатные квартиры. Обманутым дольщикам предоставили право выбора. Платить пришлось только за дополнительные квадратные метры. Тем, кто выбрал квартиры побольше. Этим людям уже повезло. Они справляют новоселье. Но в городе еще остаются проблемные дома и обманутые дольщики. Которые все еще продолжают ждать своего часа. В этом году постараются решить вопрос по остальным объектам, где есть обманутые дольщики, пообещал глава города. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.